Одесский городской совет не включил в повестку дня вопрос о признании России страной-агриаром, в результате в сессионном зале произошла драка, сообщает местное издание «Дунская Дотнет» в четверг. В конце января Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется страной-агриаром, так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Одесский городской совет не включил в повестку дня сегодняшней сессии вопрос о признании Российской Федерации страной-агриаром. Присутствующие в зале активисты Евромайдана устроили по этому поводу потасовку, попытавшись надеть мусорные пакеты на головы некоторых депутатов, но были выдворены охраной мэрии, сообщает издание. Верховная Рада 27 января приняла постановление обращения к ООН, Европарламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее АБСЕ, Парламентской Ассамблее ГУАМ о признании Российской Федерации государством-агриаром. После чего аналогичное решение приняли, в частности, Киевский горсовет, Мариупольский горсовет, Полтавский облсовет. При этом горсовет Харькова несколько раз отказывался признавать Россию страной-агриаром, сделал это лишь с четвертой попытки. Мэр города Геннадий Кернес заявлял, что Харьков является приграничным городом, у которого много связей с Россией, и он против, чтобы в зале заседаний горсовета звучали политические вопросы. После первых отказов в Раде был зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий Харьковского областного совета, Харьковского городского совета и мэра Харькова АВМВД Украины заявили, что власти обязательно достанут тех, кто отказывается считать Россию-агриаром. В конце июня многим депутатам Харькова прямо на очередной сессии горсовета, где они в очередной раз отказались признавать РФ страной-агриаром, вручили повестки в военкомат. Харьковский облсовет поддержал постановление Рады также после нескольких безрезультатных попыток.